Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спонсор программы – салон мужской одежды СМН. Гол и весел. Здравствуйте, уважаемые. Слушатели, именно так. В студии Голиков и Веселков. Здравствуйте еще раз. Здравствуй, Рома. Рад, что ты приехал вовремя. Слушай, а вообще, что хоть в мире-то деться? С утра из студии не выхожу. А в мире вообще, вот смотри, вчера Псаки объявил официально, что уходит из Госдепа. 1 апреля она к Обаме перебирается, но это, мало того, она еще беременна при этом. Вот, вопрос, кто отец, выяснили, смешной такой чувак. Лучше, чем Псаки. Ну, кстати, знаешь, вот теперь понятно, почему она так себя вела на этих присухах. Она беременна. На ранних сроках. Да, тут вот пенсионеров собираются лишать пенсии, ну, рабочих, работающих пенсионеров. А Москва тронулась, кстати. Что? Ну, Москва-река, лед. У них там уже весна. Но, понимаешь, это все ерунда, потому что самые главные новости где? Самые главные новости в Кировской области. Рассказывай. Поехали. Итак, в Малмыже строится роддом. Рожать буренки будут в нем. При супермаркете в Туже открылся платный МИЖ. А ступа с бабой Егой летит в лапьял. Сама собой. А теперь подробности. Гол и весел. Всю минувшую неделю принимали поздравления с новосельем работники центральной библиотеки поселка Парино. Праздник! Да, и все бы ничего, Ром. Если бы они на самом деле куда-нибудь переехали-то, но новое помещение библиотекарям даже не снится. О каком там новоселье вообще может идти речь, когда им депутаты Думы даже на подписку, на газеты, на подписку, на журналы уже полтора года денег не дают. Там ничего вообще не платят. А выясненность вот в чем дело. Утку о том, что они куда-то переселились-то вообще, да? Они узнали сами-то из газеты. Есть такая газета «Время справедливости». Ее выпускает массовым тиражом одна из кировских политических партий. Ой, боже мой. И, естественно, там было как-то писано, что вот библиотека приехала в новое здание, и переезд стал возможен исключительно благодаря усилиям партийного активиста, одного из депутатов поселковой думы. Вот так вот. На деньги которого газета выпускается «Время справедливости». Видимо, да. Нет, знаешь, в газетах вообще много пишут и про надое, и про зарплаты. Врут-не врут, а почитаешь как-то, знаешь, жить лучше. Начнешь даже уверенность в завтрашнем дне вот это почуешь. Почуешь? Или все-таки почувствуешь? Вообще, Ром, конечно, да, чтение на философский рад настраивает. А там, ну, где философия, там все вот это мирское, все это бренное отходит на задний план. То есть, получается, неправ был булгаков по поводу советских газет. То есть надо их читать перед едой? Надо, конечно, надо. И перед едой, и после еды, и вместо еды. Тем более, когда есть нечего. И читать, видимо, тоже. О, школьники из поселка Нема стали обладателями Кубка Уржумского спиртоводочного завода по мини-футболу среди мальчиков 2005 года рождения. 2005. Да, 2005-го рождения и моложе. Значит, при этом борьба за трофей была настолько упорной. Трофей вообще никак не связан с продукцией завода. Значит, была настолько упорной, что и выявить победителя удалось лишь при разнице забитых и пропущенных мячей. Ну, второе место осталось за советскими школьниками, третье за вуржумскими. А всего же в борьбе за спиртоводочный кубок в двух возрастных категориях приняли участие детишки из шести. Шести районов Кировской области. Ну, все-таки кубок, понимаешь? Поднимем кубки, содвинем. Да, вообще удивительно все в нашей стране устроено. Вот смотри, вот, ну, спортивным воспитанием подростков кто занимается? Кто? Спиртоводочная промышленность. Так бы назвали спортоводочный завод еще, да? А потом еще удивляемся, вот мы сидим, удивляемся, что наша там сборная по хоккею, например, да? Ну, прям в самолете там заливает, помнишь? Нет, ну, знаешь, чего? Хоть это пусть заливает. За наш хоккей пока переживать нечего. Нет, ну, если так мыслить, так, может, футболистам нашим стоит честок накатить. Накатить. Накатить? Лидишь, они с этого дела повеселее играть начнут. Ну, знаешь, с этого дела я точно лучше играю и с накатом, и головой. Гол и весел. А в музее уржумского села Лапьял, знаешь что? Выставлен первый русский летательный аппарат. Идишь ты. Да, но если ты подумал, что какой-то там лапьяльский местный умелец с самодеятельными крыльями, помнишь это, с крыльями, да? С колокольней прыгал, да, в 16 веке. Нет, нет, не так. На самом деле, пустителям знаешь, что показывают? Дурь от пустителей. Показывают большую деревянную ступу. Урну? Ступу. А, ступу. Ступу. А вот на таком ли именно аппарате летала легендарная Баба-Яга? Она же ступа с Бабой-Ягой, ты помнишь, да? Да. А тут сотрудники музея уже не знают. Зато о том, как ловко этот экспонат использовался местными крестьянками, они рассказывают охотно. Расскажи. Вот. В этой ступе, представляешь, четверо женщин, став в круг, большими толкушками мяли коноплю. Ага. Ага. Ага, причем работали так согласованно, что никто никому не мешал. Ведь раньше в наших краях, это рассказывают сотрудники музея, да, конопля-то была очень распространенной культурой. Из нее ткали ткани, шили одежду. При этом использовать это растение не по прямому назначению, то есть, как ты и подумал-то, да? Не по прямому назначению. Даже никто и не пытался. Знаешь, из конопли вот такие плели веревки, такие смешные веревочные веревки. Не, ну понятно. Самые крепкие, между прочим, да. Понятно, почему. И от чего летала баба-то в ступе? Ты имеешь в виду, что от того, что она внемела, да, в смысле толкала. А, еще скажи толкала. Нет. Толкала, это уже статья, даже по меркам 16 века. Ой, слушай, в Орловский район, да, переместимся. Вот. В Цепелевском доме культуры в рамках ежегодного праздника мастеров открылась выставка. Замечательное название. Внимание все. Рук. Творение. Источник. Наслаждение. Мурзилка. Да. Вот что только не представили на эту выставку местные рукодельники. Тут тебе и текстильные куклы, и букеты салфеток, и вязанные крючком коврики. Да непростые. В полоску. В полоску. С орнаментом. В полоску. Отдельные экспозиции были выставлены скворечники и кормушки для птиц. И если жилища для скворцов были в основном, ну, традиционные, из дерева, то при заготовлении кормушек использовались порой самые неожиданные материалы. Вот так кормушку солнышко, прямо тут написано, автор выполнил из автомобильной шины, из жестяных банок. А в работе над кормушкой домик, это имя собственное, использовал потолочную плитку, стеновую панель и, ох, бутыль. Ну, нет, я так думаю, что началось как раз все с бутыли, да, вот ты ее последней назвал, началось, видимо, все-таки с бутыли. А там, конечно, когда воображение-то разыгралось, вдохновение-то пошло, там уже никакие шины не нужны стали, да. Ну, а не только шины, я смотрю, и стеновая панель с потолочной плитки были отодраны и заиграли новыми красками. Нет, ну, а если есть и краски, и, главное, если есть бутыль... Или конкурс на носок. А еще особо, если есть мастерство... Ну, в общем, празднику, значит, будь. Ну, праздник так и состоялся. А вот еще праздничная весть. Не очень, конечно, складной, но тем более забавной новостью, я считаю, так порадовал нас сайт Тужинской газеты «Родной край». Вот специалисты Котельнической межрайонной инспекции выполнили гидрохимические исследования малых рек в Тужинском районе. Так. И, как выяснилось, качество воды в водных объектах не меняется уже на протяжении ряда лет. То есть имеет стабильный характер. Это малая речь. А, да. А в торговом центре поселка Тужа открылся первый в районе платный туалет. Стоимость услуги 10 рублей. Вот такая сложная новость. А интересно, зачем такая добровольная кабала, если качество воды в малых реках стабильно? А ты что в виду имеешь? Нет. Людям дали возможность культурно проводить досуг и не справлять малую нужду. В малой реке Тужинского района? И всего за 10 рублей. Гол и весел. Ну и вот заключительная сегодняшняя новость из Малмыжи, точнее, из Малмыжского района. Значит, в Малмыжском районе может появиться что? Роддом. Новый роддом для крупного рогатого скота. Ооо. Да. С таким предложением выступили участники совещания, посвященного санитарному состоянию местных молочно-товарных ферм. Для того, чтобы получать качественное молоко и здоровый молодняк, необходимо организовать подогрев воды для выпайки скота и проводить ежемесячную санитарную убойку. И не только уборку, не только ферм, но и молочных блоков, и тра-тра-тра-тра-та, и даже пункты по искусственному семенению тут собравшиеся. Ну вот. А что же касается падежа молодняка, то большая часть его гибнет в первые 10 дней жизни. А значит, без создания родильного отделения хозяйством эту проблему не решить. Ну, так и представляешь эту картину, да? Представь, там такое родильное отделение, там, а под окнами в волнении ходят фермеры. Да-да-да, с этими цветами, с подарками. И крик на все округу. Зорька! Кто? Бурянка! Ну кто? А там. Мальчик! Слушай, прекрасная идея. Даешь молодняк! Вот, это были самые главные новости из Кировской области за эту неделю. А мы встретимся с вами уже на следующей неделе. Кстати, большое спасибо нашему спонсору. Салон мужской замечательной одежды. Семен за их поддержку. И главное, обогрев организма. Всего доброго. До свидания. Успешный мужчина редко ошибается. Держит все под контролем. Платит только за качество. И покупает одежду в салоне. Семен. Сделай шаг к успеху. Приходи в салон. Семен. Деловые костюмы и смокинги для выхода в свет и решения важных вопросов. Семен. Росинка, третий этаж.